Вот просто ребенок понял, насколько много смертей, глядя на списки, которые были вокруг. Вот ее фразу я помню, наверное, на всю жизнь запомню. Почему на могилу ложат четное количество цветов? Я ей объясняю, потому что так положено, что вот мертвым это. И фраза такая, мама, но они же у нас в сердце, как живые. Очень было интересно. Например, мы узнали, что 23 августа, это было как раз за день до того, как мы приехали в Волгоград, в 1942 году фашисты нанесли мощнейший альтериалистский удар и разбомбили весь центр города. За один день погибло, я уже цифру не помню, но там много тысяч мирного населения. 40 тысяч мирного населения. А почему было принято такое решение разбомбить город? Оказывается, Гитлер своему маршалу собирался подарить Волгоград на день рождения. И как раз накануне 23 августа у его полководца, я не помню фамилию этого главнокомандующего, было день рождения, и Волгоград взять не удалось, хотя это планировалось. И вот в отвеску за то, что город не сдается, его решили стереть с лица земли. Ну, как ни били, как ни расстреливали, город устоял. Чтобы ребенок мог все это увидеть своими глазами, не прочитать в книжке или там по телевизору, а именно побывать, почувствовать атмосферу вот этих вот городов, в которых была Великой Отечественной войны. Потому что история все равно все это время отдаляется. Со стороны Красноярска, ну, маленько все воспринимается по-другому. Да, память, но здесь именно прочувствовать эту атмосферу боевых действий, где были. В том же Волгограде, если, как нам сказал наш экскурсовод, там все было усыпано телами погибших. То Волга была красная от того, что, ну, от крови погибших.